грусть прежде всего грусть вызывают у меня дневные ходовые огни обновленного киа рио как будто слезы текут по щекам я понимаю при рестайлинге хотелось придумать что-то такое особенное новое ипотажное но посмотрите на обновленную skoda rapid объем изменений в принципе тот же самый изменились фонари фары передние и задние бамперы но при этом насколько более ладный выглядит skoda кио более эпатажный такой азиатский что ли здравствуйте друзья это канал за рулем и с вами никита гудков парадокс этих двух машин в том что не так уж и хочется оказаться у них за рулем в первую очередь я объясню почему для жителей крупных городов машинки б-класса стали по умолчанию ассоциироваться с такси это странно потому что они относительно небольшие тесные тем не менее это факт причина в доступности рио с автоматом сейчас можно купить за девятьсот пятнадцать тысяч рублей причем как с мотором 1.4 так и с мотором 1.6 skoda за 930 вот поэтому их выбирают таксисты входной билет получается относительно недорог но для задних пассажиров рестайлинг что в одном случае что в другом почти ничего не принес не изменились габаритные размеры почти не изменилась обивка разница только в нюансах посмотрим на рио если водитель вам попался высокий как я а во мне сто восемьдесят семь сантиметров то за ним будет откровенно тесно колени упираются в спинку переднего сидения голова подпирает потолок ну правда это если выпрямиться а хочется здесь не выпрямиться а наоборот сутулиться чтобы выглядывать из-под низкого ската крыши и обновление здесь ничего не изменило только добавила единственное гнездо юсби а это только в двух топовых комплектациях у нас как раз средняя здесь гнезда нет в шкоде гнезд 2 причем подсвечивающихся и если сравнивать версии с автоматом то они появляются на 70 тысяч рублей раньше чем в рио единственное что упс это гнезда диковинного стандарта юсб си так что готовьте ваши переходники еще один упс это плафон над задними сидениями который не зажигается при открывании задних дверей а только вручную вот этот метр провода до переднего плафона рестайлинг так и не принес зато есть фоновая подсветка ручек передних дверей и кармашка в передних дверях ну вот такие приоритеты видимо у шкодовцев в остальном тут конечно хорошо геометрия посадки лучше место заметно больше и даже подлокотник центральный есть который в рио не заказать ни за какие деньги только в серединку садится сложно потому что тоннель высокий и подстаканник мешает водителю и бутылочку пристроить некуда вроде бы здесь полностью перекроенная передняя панель новая модная такая особенно в топовых комплектациях с серебристыми вставками но тоннель оставили прежним поэтому не подстаканников нормальных не появилось не место для мобильника вот захочешь термокружку например пристроить засовываешь ее в эти узкие ниши она встает под углом задевает кнопки сверху не делая то в рио же и полочка для телефона есть и вполне полноценные держатели для кружек очень хорош новый руль с двумя спицами с премиумными такими барабанчиками которые крутятся и нажимаются пальцами такой и на mercedes было бы не стыдно поставить единственное что на других машинах я сталкивался с тем что вот эта заглушка в нижней части очень легко снималась отделялась выпадала на этой машине все монолитно ну надеюсь улучшили конструкцию эргономика не изменилась это все та же платформа пик ю 25 которая пришла к нам кажется еще в 2010 году с седаном volkswagen пола и также как тогда мне хочется побольше выдвинуть руль на себя с моим высоким ростом на сантиметр другой но возможности такой не появилась тот же сантиметр другой я бы еще добросил на поясничный подпор спинок передних сидений регулировки все еще нету но зато появилась новая обивочная ткань весьма симпатичная надо заметить ценное приобретение новая медиа система с отличной графикой понятным меню и весьма хорошим быстродействием возможно это лучшая система в сегменте но это мы проверим отдельно а с приборами все и так понятно пора давно уже шкоде заканчивать игры в циферблаты часов вместо ясных и понятных шкал как в рио но здесь спасает только наличие цифрового спидометра в киа салон консервативнее причем передняя панель здесь тоже полностью новая но узнать об этом можно разве что сравнивая фотографии появился новый элемент вот это вот красная палка перед глазами слава богу она свойственно только версии style на других комплектациях здесь либо серебристый либо черный пластик что конечно приятнее удручает жесткий дверной подлокотник и отсутствие центрального на машине более чем за миллион рублей кроме того бардачок не подсвечивается даже в топовых версиях дверьями надо чувствительно хлопать зато сиденье у рио удобнее у них есть какой-никакой поясничный подпор пусть и нерегулируемый ну и в целом профиль поприятнее обе машины нас с моторами 1.6 и шестиступенчатыми автоматами но если у киа 123 лошадиные силы то у 110 разница примерно 10 процентов за мотор 125 сил шкодовцы просят еще 46 тысяч рублей и это будет уже турбонаддув и коробка dsg мы же сознательно взяли машину с атмосферником и гидромеханическим автоматом все как вы любите и по динамике rapid примерно на эти 10 процентов скучнее рио если ездить в пол педали все еще ничего переключения мягкие плавное понятное контроль тяги удобный но если хочешь пошустрить то во первых предельные возможности ниже а во вторых шестиступенчатый айсин грубыми переключениями вниз намекает что не для этого он предназначен автомат рио тоже не поспевает за активным водителем но в штатных режимах предъявить ему решительно нечего контроль тяги стопроцентно понятной но и в общем-то на обгонах есть какой-никакой запасец да и рулиться киа точно понятно вменяем а единственная существенная претензия это некоторая вязкость около нулевого положения когда идешь на большой скорости например по платке у rapido реактивное действие адекватнее руль попрозрачнее еще точнее правда здесь конечно есть вклад 16-дюймовых опционных шин которые стояли на нашем автомобиле но любопытно что плавность хода они особенно не ухудшают на ровном асфальте rapid даже с оттенком благородства идет как бы повторяя волны мягко вздыхая на них рио в тех же условиях подробно встречает всю мелочь замечает даже термопластиковую разметку на разбитых же дорогах картина меняется skoda с ее короткоходной подвеской гулка и жестко отмечает все ямы с острыми краями а у киа энергоемкость заметно лучше рио не стал тише на колесах у него все тот же nexon и где-то уже километров 40 в час салон наполняется гулым шин особенно заметным на заднем сиденье rapid заметно тише он на шинах мишлен но в интенсивном разгоне и у него в салон прорывается голос двигателя а еще у rapido появилась пара уникальных для сегмента фишек даже для базовой комплектации всего за 13 тысяч рублей можно заказать систему контроля дистанции она выдает предупреждение на щитке приборов если расстояние до впереди идущей машины слишком маленькая и даже в принципе есть функция автоторможения но если предупреждение нам она выдавала исправно то с торможением все срабатывало в лучшем случае через раз еще одна ценная штука это камера заднего вида с омывателем для россии функция бесценная вам больше не придется в гараже городить самостоятельно форсунку подключать ее к заднему дворнику все уже предусмотрено с завода ну и обогревы на шкоде тоже все есть огромный грузовой отсек с прекрасным доступом благодаря кузову типа лифтбэк только усиливает позиции rapido плюс отделан его багажник заметно лучше например коврик не елозит по полу как в рио здесь есть различные крючки и фиксаторы для груза и даже лючок для длинномеров уникальное предложение в сегменте в целом есть ощущение что skoda подорожала не настолько много насколько она улучшилась с рио ситуация несколько и на и он остался более доступным и конечно его будут именно поэтому покупать больше но если взвесить количество автомобиля за те же деньги скорее выигрывает чешский вариант ну а если посмотреть на эти две машины глазами пассажира такси я вообще двумя руками голосую за rapid даже несмотря на то что рестайлинг не снял все проблемы например неудобные передние сидения или нехватку мест для мелочей спасибо за то что были с нами и подписывайтесь на наш канал читайте в октябрьском выпуске журнала за рулем новая октавия российской сборки мы поездили на ней первыми масложор есть простые решения volkswagen пола 14 с роботом брать или нет на беспилотнике по москве как у него устроены мозги когда цены близки kia k5 honda sonata или toyota camry тест газ зимних шин для кроссоверов выбираем лучший по характеристикам и цене китай против россии хавейл h5 и у вас патриот с автоматом поддержанные внедорожники по цене новые нивы хлам или живые тачки как часто нужно менять масло в коробках передач редукторах джили куры все проблемы после первых десяти тысяч километров газ 12 зим оригинал или копии на марке это и многое другое читайте в октябрьском выпуске журнала за рулем